Здравствуйте! Это программа «Тема дня», прямой эфир в студии Дмитрий Нечаев. Телефон прямого эфира 3190. И у нас в студии, ну уже резидент нашей программы, наш гость Олег Станиславович Лебедев, депутат Законодательного собра и председатель Постоянного комитета по экономике. Сегодня у нас, как обычно, очень актуальная тема, очень много обращений поступает на наш канал, и мы рейды с ОНФ делали общероссийским народным фронтом по поводу заброшенных строений. Это будет такая первая тема нашей программы, но мы также поговорим и о ситуации с ковидом в нашем регионе, и о том, что у нас по-прежнему продолжают работы не всегда легально рюмочные, кальянные всевозможные, о том, как продвигается ситуация в банно-прачечном хозяйстве региона. Мы тоже эту тему затрагивали, в рейдах принимали совместных участия. Ну и еще некоторые темы. Вы можете звонить по телефону 3190, задавать ваши вопросы. Но вот магистральная тема, с чего мы начнем, это все-таки заброшенные строения. Их, как оказалось, очень много. Вчера мы делали анонсирующий сюжет, нашу сегодняшнюю программу анонсировали, рассказывали, что в городе немало таких строений. Официально ОНФ с сентября проводит рейды, и выявили 10 примерно таких точек, но я бы сказал, что их, наверное, на порядок больше на самом деле, потому что, видимо, оттуда поступало наибольшее количество обращений. Это, кстати, они выявляли и в Балагом, и в Кашине, и в Калязине, и в других городах нашего региона. Но это в Твери 10 таких точек. Это, прежде всего, те, наверное, которые мы с вами, так сказать, зафиксировали. Это и на Капошвара вот этот, собирались три четверки там строить, да, какой-то объект под коммерческое использование, завис, долгострой. Это и на Беженском шоссе торговый комплекс огромный, недостроенный стоит. Это и сгоревшие непонятные дома уже не первое десятилетие, стоящие на видовом месте в Твери, на набережной Тверцы, рядом с ботаническим садом, рекреационная зона, база, грибная, спортивный объект. Ну, и ряд других недостроев, о которых мы сегодня поговорим. Из пятой школы тоже есть вопросы. Поэтому вот хотелось бы узнать, какова их судьба. Я знаю, что в законодательном собрании группа собиралась, УНФ за честные и эффективные выборы, вернее, в законодательном собрании комитет рассматривал тоже эти вопросы. На каком этапе сейчас решение вот этих всех проблем? Ну, первое, если мы говорим о работе общероссийского народного фронта, и нас руководитель нашего исполкома Евгений Калюкин принимал тоже активное участие и мы с вами, действительно, первая задача – это систематизировать все эти объекты, определиться с их количеством, с месторасположением, ну и классифицировать их. Это тоже очень важно, потому что вот если мы говорим о вот этих вот объектах, на которых вы были, я вместе со съемочной группой, это, назовем так, объекты коммерческого использования, которые строились еще даже во времена вот Александра Петровича Белоусова, да, и более 20 лет назад, вот представляете, такая длинная история, это вот если мы говорим о строительной площадке на Речном вокзале, да, вот где такая там трагическая история, да, на Старый Тверецкий мост. Это вот рядом с трампарком, рядом с площадью Капашвара, где тоже такой объект был торгово-офисный, возможно, кафе там планировалось сделать. И, конечно, это вот такие объекты. Есть более свежие объекты, это вот объекты на выезде по Беженскому шоссе, где вот мы с вами осматривали, как раз напротив находится вот транспортное предприятие, да, Верхневолжье наше работающее. И вот уже много лет такие объекты стоят. И здесь возникает целый ряд экономических аспектов. Первое, потому что по многим из этих объектов, во-первых, не уплачивается арендная плата за землю, то есть городской бюджет недополучает средства. Это раз. Не создаются рабочие места, это два. Понятно, что, кроме этого, эти объекты, ну, скажем так, они нанесут и такие социальные достаточно большие проблемы. Мы видели. Почему? Потому что там и асоциальные личности собираются, и организуются и свалки, и бытового мусора, и помойки, и так далее. Я бы еще, если можно, добавил два аспекта. То, что они так, ну, визуально загрязняют ландшафт городской, то есть это безобразно смотрится. И немаловажный момент, по которому тоже УНФ реагировало, то, что, да, проникают подростки, очень рискуют жизнью, делают там новомодные вот эти селфи всякие, лазают и так далее. И то есть они могут и свалиться, и быть придавлены чем-то. Это тоже очень беспокоит родителей, часто обращают. Да, на вашем телеканале совсем недавно были сюжеты, как девушка, да, по-моему, на таком объекте была. Но мы сейчас говорим об объектах коммерческого использования. И, конечно, наша сейчас задача, у всех у этих объектов есть либо живые собственники, либо бывшие собственники. И нам надо тоже вместе с законодательным собранием, с городской думой, все-таки определиться с процедурой, либо эти объекты изымать, передавать их каким-то другим эффективным новым собственникам, достраивать их, или расчищать эти площадки, потому что не все они даже огорожены нормально. Ну и мы тоже видим там, кроме вот тех факторов риска, о которых вы говорили, а там молодежь бегают, и дети, и так далее. Мы видим там и пустые бутылки, то, что там собираются такие социальные личности, и шприцы, да, где, видимо, люди там употребляют какие-то наркотические средства. Были же такие же факты, когда там были попытки грабежей, даже попытки изнасилования и так далее. Поэтому, конечно, такие вот объекты, они... Это вот первый такой образ. Второй, наверное, перечень этих объектов, это объекты, которые когда-то выкупались, скажем так, определенными собственниками ради земельных участков для того, чтобы построить там жилье или многоэтажное жилье, либо коттеджи какие-то, либо там таунхаусы и так далее. Это вот то, что вы показывали в своих сюжетах, это тоже нам с вами близко. Например, приведем пример нашего округа, набережная реки Тверца, которая сегодня, вот, мы стараемся ее развивать, там и дорожечки появляются, и ботанический сад находится, там и парусная школа, и школа олимпийского резерва погребли, и гостиница юности и так далее. Рядом стадион луч и так далее. Но, к сожалению, вот мы видим, что там находятся сгоревшие частные дома, причем иногда у этих домов по два, три, четыре хозяина, вот эти земельные участки раздроблены. Понятно, что кто-то эту землю скупил, но мы бы хотели, чтобы тогда они либо привели эти участки в порядок, оградили их как следует, расчистили, закрыли туда доступ, либо все-таки осуществили реализацию этих инвестиционных объектов. Потому что сегодня, конечно, вот опять же, они порождают и эти факторы такие социальные опасности, ну и в целом, конечно, не украшают наш город. Да там просто и опасно, кому-то неприятно гулять, там же у нас такая рекреационная зона прогулочная, планируется ее продлить туда дальше. Да, тем более, вот мы сейчас и были хорошие сюжеты, мы развиваем и ботанический сад, да, где вот я являюсь председателем попечительского совета, и сад действительно развивается, все больше и больше гостей его посещает, даже несмотря на вот пандемию и такие сложные события, которые происходят. Детскую площадку мы там установили, да, детскую площадку мы там установили, да, для маленьких детей возле ботанического сада, и тут вот такая вот. И спортивная площадка, там две установлены, и березовая там рощица, вот эта, на которую все время покушаются. И между ними как раз вот даже до березы роща не пройти мимо вот этих домов. Ну и потом вот мы знаем, что есть идея, сейчас возрождается и Волынское кладбище, как тоже объект такой очень историко-культурный, и туристический, и познавательный. Вот это тоже очень важно, а это вот зона доступности как раз этих территорий. Там братская могила. Да, братские захоронения защитников и наших воинов, и Великой Отечественной войны, и даже еще и Первой мировой войны тоже там есть похоронены люди, которые защищали Россию и нашу Тверь. Поэтому это вот второй класс объектов. Ну и, наверное, нельзя не говорить о том, что сегодня есть, скажем так, и социальные объекты некоторые, которые тоже вызывают тревогу. Либо их надо реконструировать, либо сносить, расчищать эту зону, ну, ограничивать туда доступ. Поэтому наша задача, конечно, все эти объекты постараться учесть, классифицировать для того, чтобы ввести эту землю в активный оборот, чтобы эта земля действительно работала, появились бы дополнительные рабочие места, появились бы объекты недвижимости, которые могли бы приносить городу еще так называемые имущественные налоги, налог на имущество. Поэтому все это очень важно, и, конечно, этой работой мы должны заниматься. Сейчас давайте мы немножко прервемся, буквально на минутку, у нас небольшая реклама-пауза. Я напомню, что сегодня у нас в программе, в прямом эфире Олег Саниславович Лебедев, председатель постоянного комитета областного парламента по экономике и предпринимательству. Сегодня мы говорим о... Мы как руководитель, да, группы «Честная, эффективная экономика» и «УНФ». Да, мы сегодня ведем разговор. Да, мы обязательно продолжим этот разговор. Если у вас какие-то есть мнения, пожелания, может быть, вы какие-то объекты знаете неблагоустроенной зоны в городе Твери, на которые хотели бы обратить внимание властей, звоните в наш эфир в телефон 300-190. Вернемся после короткой рекламы. Мы продолжаем нашу программу, тема дня, прямой эфир. Сегодня в студии у нас Олег Саниславович Лебедев, председатель постоянного комитета областного парламента по экономике и предпринимательству. И также вы возглавляете рабочую группу общероссийского народного фронта, которая называется «Честная, эффективная экономика». Ну, вот вы стали инициатором и участником многих рейдов, в том числе и по вопросу заброшенных строений, недостроев каких-то городских. Это тема давняя, некоторые эти объекты уже не первое десятилетие насчитывают. И, конечно, здесь очень много издержек приходится городу нести. Во-первых, они занимают территорию, но не приносят никаких налоговых и прочих доходов городу, не выполняют социальную функцию свою, ну и более того, являясь, помимо того, что уродуют город, они еще являются такими опасными объектами, объектами притяжения для всяких асоциальных элементов. Ну и потом там ребятня, вот эти школьники все, и уже очень много от родителей поступает просьб, жалоб о том, чтобы как-то их либо оградить, либо снести, либо уже наконец ввести в эксплуатацию. Мы с вами заговорили о том, что есть еще такие объекты, вот видимо частные какие-то кому-то принадлежащие жилые дома, например, на набережной реки Тверцы. Их постоянно поджигают. Они находятся между ботаническим садом, так условно говоря, и Красненским мостом. Их постоянно поджигают, их постоянно там какие-то мы проводим рейды, видим, что там и шприцы валяются, и, конечно, бутылок куча целая, и мусор просто откровенный. Хотя это и является рекреационной зоной, и мы с вами, вот как вы депутат по Заволжью и ряд депутатов городской думы, я и мой коллега Юрий Владимирович Ануфриев, мы их всегда ратовали за то и делали это, чтобы там была пешеходная зона, чтобы там было удобно гулять людям. Мы уже сделали несколько дорожек, детские площадки построили возле спортивной площадки, но вот это просто камень преткновения, мы не можем обойти вот этот объект. Что-то сейчас в практическом плане ожидается, что наконец-то будет предпринято? Сейчас мы вместе с администрацией Заволжского района выявляем все-таки собственников этих объектов недвижимости и земельных участков для того, чтобы все-таки попытаться их найти и составить с ними диалог для того, чтобы это делать, привести это в надлежащее состояние. Потому что в другом режиме это можно делать, конечно, за счет средств муниципалитета, например, но у города сегодня мы знаем очень тяжелое финансовое состояние, большая долговая нагрузка. И, конечно, нести такие затраты для того, чтобы заборы, например, ограждения строить, убирать этот мусор, вычищать эти участки, ограждать их, следить, освещать. Конечно, это очень сложно. Ну и потом, если это чей-то частные объекты, пусть сами и заботятся. Ну, естественно, да. Тем более, что зачастую, вот мы знаем, что на таких объектах и пожары организовываются. Для чего? Потому что часто у таких вот, это бывают дома, в которых два, три, четыре владельца. Они раздроблены, и какая-то часть дома остается вроде бы заселенной, там, например, одна четверть, да, а три четверти дома, они уже выселены, людей там нет. И, естественно, иногда мы видим тоже такие доходят для нас сигналы, что эти дома поджигаются для того, чтобы оказать давление и на вот этих собственников. Поэтому это серьезная работа. Она аналогична той законодательной работе и на федеральном уровне, и на уровне Тверской области, и городской думы для того, чтобы, ну, по аналогии, например, с земельными участками, да, вот сельскохозяйственные земли, которые заброшены, не обрабатываются, зарастают мелколесием и так далее. Задача, конечно, все это ввести в оборот, ну и, конечно, особенно вот такие видовые места, о которых вы сейчас сказали, где много людей гуляет сегодня с детьми, вот, просто наши пенсионеры любят очень эти старшие поколения прогуливаться. И когда, конечно, они все это видят, и еще раз я говорю, там и асоциальные граждане зачастую собираются, распивают напитки и так далее, конечно, все это не здорово. Поэтому первый этап у нас сейчас – это выявить эти объекты. Второе – все-таки постараться максимально выявить их владельцев, собственников. Это тоже непросто, потому что зачастую история этих объектов, она такая очень непростая. Но это работа начата уже, хотя бы. Да, она идет, она тоже, да, непростая, сложная. Второе – определиться все-таки с границами участков этих, да, с кадастровыми границами. Почему? Потому что мы знаем иногда, да, эти земельные участки там где-то выносятся, да, закрасно или и так далее. То есть это достаточно непростая, серьезная работа, но нам ее необходимо делать для того, чтобы… Ну, а потом уже это возможность либо через суды, либо через штрафные административные санкции принудить хозяев, собственников к тому, чтобы привести эти участки в порядок, либо изымать их через, опять же, судебные решения в пользу муниципалитета или субъекта Российской Федерации, достраивать их или перестраивать для того, чтобы вот от этих язв, скажем так, на теле нашего города избавляться. Это такие, конечно, сложные, непростые вопросы, но ими нужно заниматься, заниматься системно. Да, работа эта не простая весьма, но необходимая нашему городу. Но еще раз я говорю, не забывайте о безопасности наших граждан, потому что при поджогах таких домов зачастую загораются и близлежащие строения деревянные, если мы говорим о частном секторе. Поэтому работа такая, она должна быть. И такие объекты у нас есть, я не буду сейчас говорить, но даже в самом центре нашего города, и в центральном районе. Поэтому, конечно, это такая важная системная работа. Ну, мы уже говорили о том, что, конечно, таких объектов больше, чем те, которые удалось зафиксировать пока официально, так, паспортизировать ОНФ в ходе рейдов сентябрьских. Их больше. Поэтому, если у кого-то, я еще раз повторяю, есть такие вот точки, нашим зрителям я обращаюсь, слушателям, то вы можете звонить. На сайт ОНФ, да. Да, ставить курсы. Наш канал, ОНФ, обращаться. В ОНФ есть специальный такой раздел для обращений по вот этим недостроям, опасным объектам, заброшенным объектам. Ну и в меру возможности, конечно, я думаю, что будут реагировать. По крайней мере, вы будете эти объекты выставлять, ну, сделать их заметными и выставлять, чтобы их могли зафиксировать и по ним работать. Значит, телефон прямого эфира 300-190, звоните, делитесь своим мнением. Я предлагаю перейти к следующему вопросу, который мы планировали обсудить. Ну, такой повод, можно сказать, что в законодательном собрании Тверской области состоялось заседание комитета, на котором, ну, уже не в первый раз, я уже даже сбил со счета, сколько раз рассматривался, еще один злободневный вопрос, это работа так называемых рюмочных, в народе наливаек и кальянных и так далее. В условиях пандемии, пандемии еще более так к этому внимание приковано, но и до пандемии тоже они доставляли очень много проблем нашим жителям. И в Думе городской этот вопрос не раз рассматривался и привлекались и даже регионального уровня структуры для решения иногда этих вопросов министерства контрольных функций, мы привлекали полицию. Почему тоже вот этот вопрос так трудно решать? Ну, давайте мы все-таки начнем с, как бы, с тоже некой систематизации этой ситуации. Наибольшее все-таки, давайте, скажем так, количество обращений наших граждан сегодня и в законодательное собрание, и в общероссийский народный фронт, и к органам власти, и вот к губернатору, и главе города, и в городскую думу поступают по тем объектам, которые находятся в жилых зданиях, давайте так скажем, в многоквартирных домах. Да, это вот шел такой определенный этап развития, скажем так, предпринимательской деятельности в Российской Федерации, я его так говорю, когда-то, да, мы прошли этап, когда люди на ящиках, на коробках торговали, помните, да, это начало там 90-х, да, вот это такая сложная система. Потом стали появляться различные павильончики, ларьки, развалы, вот мини-рынки, потом пошла другая уже немножко система, когда стали из жилых в нежилые помещения переводиться квартиры на первых этажах, даже уже на вторых иногда мы имеем такие примеры. И, конечно, идет потихонечку, скажем так, эволюция, да, предпринимательской деятельности. Но людям легче от этого стало. Да, и вот, конечно, мы сегодня подошли к такому этапу, когда у нас в жилых домах оказались и вот так называемые кальянные, например, где и в вечернее, да что там говорить, и в ночное время собирается, и молодежь, ну, люди разных, ну, в основном, все-таки это, я считаю, люди среднего и молодого поколения. По нашим рейдам мы видим, к сожалению, что для нас больше всего представляет проблема, это то, что зачастую там очень много несовершеннолетних в вечернее и в ночное время, что вызывает особое беспокойство. Вот, и поэтому сегодня это законодательство развивается как на федеральном уровне, и вот на последнем заседании комитета мы тоже вносили определенные изменения, работаем активно с прокурором Тверской области Сергеем Борисовичем Лежниковым, с которым совершенствуется наше законодательство. И надо сказать, что в определенный момент прокуратура Тверской области даже опережающим образом внесла вот законодательные инициативы, которые касались именно различных употреблений ну, нарко, ну, курительных, да, курительных смесей, да. Это никотиносодержащие продукции, которые сегодня употребляются не только сигаретами, да, кальянами, но различными электронными устройствами и так далее. Их действительно такой очень большой набор сегодня способов употребления. К сожалению, да. Вот, и к сожалению, естественно, первый такой аспект, конечно, работа таких объектов, ну, доставляет серьезные беспокойства жителям вот этих многоквартирных домов. Ну, представьте себе, если мы видим такой объект, он находится или на первом этаже, или там в цоколе, или в подвале многоэтажного дома. Работает он до утра, соответственно, это определенный шум. Дальше это запахи, потому что все вот эти курительные смеси, они, естественно, употребление их сопровождается вот резкими запахами такими. Но это вот один аспект. Второй аспект, конечно, который мы, как представители общероссийского народного фронта видим, к сожалению, в таких объектах, и я как вот человек некурящий, например, зачастую мы сразу видим, заходя в отдельные такие, скажем так, кальянные или курительные салоны, ну, чувствуется запах не только курительных смесей, давайте говорить так, табака, но и, скажем так, наркотических средств, да, напрещенных, скажем так, курительных, да, трав и так далее, не хочу там и говорить. Поэтому это тоже вызывает, конечно, у нас огромную тревогу. Почему? Потому что через вот этот механизм к этим пагубным привычкам и к употреблению наркотических средств, а все пойдет сначала, да, вот курительные наркотики употребляются, потом различные там таблетки, марочки, там чеки, как они их называют, потом нюхательные наркотики различные, да, а потом идет уже употребление тяжелых наркотиков и синтетических и так далее, к которым идет практически быстрое, мгновенное привыкание. Конечно, не все объекты, естественно, надо их смотреть, какие-то работают добросовестно, где-то люди идут вот на такие нарушения, поэтому первый, как бы, аспект это беспокойство вот тех граждан, которые в этих многоквартирных домах сегодня проживают и сегодня на федеральном уровне, на региональном уровне тоже ведется большая работа для того, чтобы все-таки законодательно систематизировать эту работу. Еще более в раннем периоде, как вы говорили, мы ведем работу по вот различным наливайкам, псевдо-там, рюмочным, рюмочным, где тоже, соответственно, вот эти пороки общества, они часто проявляются, тем более, что мы часто фиксируем там продажу спиртосодержащих жидкостей, контрафактного алкоголя, да, мы сталкивались с целой серией летальных исходов, там вот все помнят там лет 10 назад события в Оржеве массовые, да, когда там десятки людей погибали от употребления спиртосодержащих жидкостей и так далее. Конечно, здесь опять же нужно посмотреть вот на социальный аспект, вы как зампредседателя социального комитета, да, это, конечно, беспокоит людей. И второе, это то, что наш комитет по экономике, мы говорим о так называемой огромном серьезном ущербе, которое вот такая криминальная экономика наносит доходом в наш бюджет, потому что они конкурируют, соответственно, с легальным бизнесом, конечно, недобросовестно, потому что доходы, ну вот этих наливаек, например, по спиртосодержащей жидкости там могут составлять там под тысячу процентов, потому что себестоимость воды этого спирта и так далее, всех потом подпольно выпущенных джентоников, ну и чего там говорить, я как вот уже, по сути, 9 лет этой проблематикой занимаюсь в законодательном собрании, поскольку второй срок руковожу комитетом по экономике, это предмет деятельности нашего комитета, мы понимаем, что на территории Тверской области с определенной периодичностью вскрываются даже такие производства достаточно масштабные, где производится контрафактный алкоголь различного качества. Естественно, мы понимаем, что дальше эта цепочка выстраивается, этот алкоголь нужно сбывать, соответственно, вот через эти наливайки псевдорюмочные, рюмочные этот процесс идет точно так же, как он идет и через различные точки ночной продажи вот этого алкоголя, которые периодически то закрываются, то открываются, и наш комитет тоже, и вот наша группа «Честная эффективная экономика», мы еще отсматриваем возможности ограничения работы таких объектов по времени, потому что, конечно, наибольшее количество жалоб населения, когда этот шум, гам, крики, драки иногда, которые там возникают, в ночное время, естественно, когда добропорядочные граждане отдыхают, спят, готовятся к рабочему дню и так далее. В свое время наш комитет был инициатором разработки ограничений, связанных с работой таких вот объектов по площади их. Мы добивались того, чтобы там были санитарные комнаты, ну, попросту говоря, туалеты и для посетителей, и для персонала, чтобы были там действительно условия, если это какое-то как бы псевдоналивайка, их часто маскируют под объекты общественного питания. Вот совсем недавно федеральное законодательство дало нам возможность регламентировать работу таких заведений, ну, я постараюсь простым таким доступным языком говорить, по площади, ну, их залов обслуживания. И мы ввели такие ограничения в размере 50 квадратных метров. Но дело в том, что вот это регулирование, оно очень непростое и сложное, потому что у нас есть действительно и достаточно, ну, добросовестные, работающие в белом поле, уплачивающие налоги, рестораны, кафе, там, ну, я не знаю. Безусловно, конечно. Там, бодвайзер, бронзер, но их много можно называть, на которой жалоб, в общем-то, нет, они находят компромиссы с жителями, проживающими в многоквартирных домах. В целом, в том числе, в правовом поле работы, да. Там нет фактов торговли вот контрафактным алкоголем, алкоголем без акцизных марок. А ведь сегодня, давайте говорить о поступлении, ну, акцизов в бюджет областной, это одна из, ну, первой четверки доходных источников наших, формирующих доходную часть нашего областного бюджета. Поэтому для нас это тоже очень важно и с экономической точки зрения. Ну, и безусловно, что и кафе, и рестораны, которые, вот, и рюмочные, и наливайки, одни работающие в правовом поле, там, где уплачиваются налоги, где в белую выплачивается заработная плата, они не в состоянии, безусловно, конкурировать вот с криминальными, с криминальными, да. Вы стали инициатором и участником многих рейдов по разным поводам, которые касаются и заброшенных недостроенных объектов на территории города, и работы кальянных, и работы, вот так называемых, наливаек, там, различных рюмочных. Также вы инспектировали и вопрос с банопрачечным хозяйством, об этом мы тоже еще сегодня поговорим в нашей программе. Ну, вот мы с вами перед перерывом начали говорить о том, что действительно очень много нареканий поступает, когда вот такие наливайки, такие объекты располагаются, ну, к сожалению, вот я не знаю, наверное, к сожалению, законодательство позволяет это делать на первых этажах домов, было бы проще, если бы этого не было. И, конечно, жить в доме, где на первом этаже шум и гамма идет розлив спиртного или там курительные смеси употребляются, собирается определенный контингент специфический. Ну, вот, например, маме с ребенком в такой дом возвращаться там позже 10 вечера, ну, немножко даже страшновато, некомфортно, как минимум. И вот мне бы хотелось знать, вы все-таки представляете... Это некомфортно и нам, и сотрудникам полиции, потому что давайте говорить откровенно. Это очень мягко, эфемизм такой, да. Потому что даже в наш адрес, в адрес, давайте, сотрудников полиции зачастую высказываются угрозы, да, угрозы нашей жизни и здоровью нашим семьям и нашим транспортным средствам и так далее. Ну, это же нонсенс какой-то. Я считаю, что здесь, конечно, ну, вопрос к полиции, к правоохранительным органам. Если им указываются угрозы, это уже преступление, это уже нужно... Само это по себе должно какую-то реальность получать. В интернете про нас распространяют различные ролики, что мы там какие-то нарушаем законы, препятствуем чему-то. И по поводу тоже очернения в интернете тоже есть законодательство, поэтому здесь обязательно надо реагировать. И в противном случае это попустительство или бездействие, или какая-то заинтересованность. Я не знаю, как это классифицировать. Наверное, правоохранители сами должны. Есть надзорные органы, которые должны оценку в том числе правоохранительным действиям давать. Я бы хотел узнать, вы все-таки тоже представляете орган власти, серьезный регионального уровня, законодательное собрание. Что на уровне областного парламента планируется делать? Ну, во-первых, еще раз я говорю, идет совершенствование законодательства как на федеральном уровне. Давайте говорить, так и на региональном уровне. Но вот сейчас мы с коллегами буквально только сегодня обсуждали и с председателем законодательного собрания, и с Артуром Бабушкиным, который социальный комитет возглавляет, и с Юрием Владимировичем Цибергановым. Обсуждалась ситуация, связанная с тем, что мы, возможно, будем более активно сейчас поддерживать инициативы наших коллег по Российской Федерации. Что все-таки наделить органы региональной власти несколько большими полномочиями по регулированию деятельности вот таких объектов на местах. Потому что сегодня инструментария зачастую ни у нас, ни все-таки у сотрудников полиции не хватает. Потому что есть и очень добросовестные, ответственные сотрудники полиции. Они нам часто говорят, что, к сожалению, у них тоже, тем более сейчас, когда пандемия, когда вводятся ограничения по проверкам представителей малого и среднего бизнеса, даже трудовую миграцию. Вот наш комитет тоже на прошлом заседании мы два с половиной часа обсуждали с представителями и прокуратуры, и представителями МВД Тверской области ситуацию, сложившуюся в регионе, потому что именно через наш комитет проходит принятие стоимости патента для иностранных граждан. И действительно, проблемы тоже там копятся, они есть. Мы видим, с одной стороны, у нас экономика говорит о нехватке рабочих рук, особенно на тех предприятиях, которые работают добросовестно. Например, волжский пекарь, у нас Лилия Нигматулова-Корниенко, все время говорит, что не хватает ей то, что они у нее все устроены легально, имеют патенты или договора, проживают в положенном месте. И в то же время мы зачастую тоже проводим рейды по стройкам различным, по строительным объектам, и видим совершенно тоже, как честная и эффективная экономика, совершенно разную картину. Одна строительная площадка. У всех, скажем так, иностранных рабочих есть разрешительные документы, все они трудоустроены, договора, то есть уплачиваются налоги необходимы, и все понятно. А есть объекты, где ничего этого нет, туда приезжаешь, они разбегаются, как тараканы, извините меня, задержать и поймать. Мы их тоже не можем, опять же, угроза в наш адрес, что мы там пожалеем и так далее об этих проверках. Поэтому вот этот баланс, он очень важен. И, конечно, очень важно гармонизировать вот о том, о чем вы сказали, федеральное законодательство, региональное законодательство, конечно, потому что где-то иногда бывают и перегибы определенные. Это очень важно. Поэтому мы сейчас готовим вот такое обращение от законодательного собрания в Государственную Думу, в правительство Российской Федерации для того, чтобы все-таки, мы считаем, немножечко побольше дать нам возможность полномочий по регуляторной нормативной базе. Параллельно комитет Клиновского у нас, Александр, активно работает в вопросах административных штрафов, административного наказания, то есть, чтобы была тоже возможность рублем привлечь к ответственности вот эту криминальную, недобросовестную экономику, так давайте называть. Поэтому работа такая, она очень активно ведется. Но и в целом я вот хочу сказать, что на федеральном уровне сегодня действительно вот этот аспект гармонизации предпринимательской деятельности в жилых домах, многоквартирных, и особенно хочу сказать в тех домах, где в общем-то вот эти вот объекты коммерческие, ну они изначально не предполагались, давайте так говорить. Потому что есть дома, где эти объекты на фазе строительства, проектирования сразу были там, как кафе, там бары, магазины, встроенные, пристроенные. И другая ситуация, когда выкупались квартиры, потому что мы знаем, что еще есть один очень сложный аспект, который у жителей это вызывает, это когда несущие стены сносятся, перепланировки, конструкции, появляются трещины, беспокойства. Я скажу, что много идет обращений у нас и по работе, даже торговле. Например, где-то работают кондиционеры, там холодильное оборудование, где-то воздуховоды расположены очень близко к жилым домам, под подвоз, да. Поэтому это целая большая пласт работы, который мы ведем, для того, чтобы пытаться все-таки гармонизировать отношения и владельцев, скажем так, коммерческой недвижимости, которая расположена в жилых домах, и дать возможность жителям продавать. Потому что вот иногда на прием ко мне приходят люди, очень тяжело с ними разговаривать. Они говорят, что вы знаете, вот после того, как такой объект под нашей квартирой появился, у меня стоимость квартиры упала там на 40-50 процентов, и я ее даже не уехать, не продать не могу, потому что люди приходят, видят это все, понимают, и никто над таким объектом и при таком соседстве жить не хочет и не может. И действительно, людей очень жалко. Это очень такой важный социальный аспект. И работа, конечно, она вот очень такая тонкая, должна быть аккуратная. Почему? И чтобы все-таки не затронуть интересы тех предпринимателей, которые тоже у нас, основная их масса, давайте говорить, подавляющее большинство, являются добросовестными, платят налоги, выстраивают нормальные отношения, участвуют в содержании дома своего многоквартирного. Ну и тех вот, скажем, той криминальной экономики. И вот, кстати, на и федеральном уровне, и на региональном мы как раз работаем вместе с правоохранительными органами, там, с прокуратурой, с полицией нашей, мы говорим, что прежде всего сейчас вот надо давление оказать на вот этот пласт криминальной экономики, черной экономики, потому что она наносит огромный вред, да, и вот социальным аспектам, и недобросовестно конкурирует с теми предпринимателями, которые ведут свою деятельность открыто, уплачивают налоги и так далее. Это очень такой важный пласт работы. Ну точно так же, как, в общем-то, очень, Дмитрий Леонидович, многое зависит от органов местного самоуправления. Конечно. Почему? Потому что вы тоже распоряжаетесь объектами недвижимости, у города их, к сожалению, осталось, мне это с грустью, я говорю, совсем немного уже. Но, тем не менее, все равно такие объекты есть, часто они тоже являются заброшенными, и в центре города такие объекты есть, в аренду их не берут, да, там, и так далее. Да, особенно в нынешние времена, когда убийства все непростые. Поэтому вот и наш комитет, и комитеты моих коллег по законодательному собранию, и, естественно, в работе с нашими коллегами в Государственной Думе мы стараемся, вот, и в Совете Федерации, все эти вопросы постараться решить, они непросты. Тем более сегодня, когда вот еще раз все-таки хочется обратиться к нашим и гражданам, и предпринимателям, когда такая сложная эпидемиологическая ситуация, нужно быть очень внимательными. Еще раз все-таки обратить внимание, что нужно бережно относиться и к своему здоровью, и к здоровью соседей, покупателей. Да, вообще всех окружающих, честно говоря. Да, и, естественно, вот этот масочный режим, который сегодня введен на территории нашего региона, конечно, надо соблюдать. Вот мы тут тоже находимся, да, стараемся, и в законодательном собрании у нас строго это все контролируется. Поэтому все это важные аспекты, которые... Мне кажется, все-таки большинство граждан уже постепенно осознают, уже такая культура ношения масок уже так прививается. Если бы сначала по весне еще был какой-то более такой массовый протест или пренебрежение, сейчас все-таки все больше людей, мне кажется, понимают, а в целом-то в массе явно... Ну и много делается на уровне нашего региона. И, конечно, я еще раз хочу сказать, тоже вот нами ведется такая непростая работа для того, чтобы вот, ну и не вызвать волну, да, дополнительных заражений, но все-таки и дать возможность экономике региона работать. И вот здесь я еще раз говорю, особенно на большое внимание нам нужно как раз обратить именно вот на эту криминальную черную экономику, вот с ней самое время серьезно побороться, да, не дать ей возможность вести свою деятельность, нанося ущерб именно добросовестным предпринимателям и так далее. И уж какие, конечно, сегодня могут быть там кальянные массовые сборища, да, когда это могут быть точками и заражения нашей молодежи. Я напомню нашей аудитории, что у нас сегодня в студии председатель комитета по экономике и предпринимательству законодательного собрания Тверской области Олег Станиславович Лебедев. Мы сегодня обсуждаем очень много тем, мы поговорили про недостроенные заброшенные объекты на территории нашего города, поговорили и о рюмочных, и наливайках, о бизнесменах, которые воведут свою работу, ну, так сказать, вне правового поля. Ну, я бы даже их не назвал бизнесменами, я бы назвал их криминальными личностями, которые маскируются под предпринимателей, под бизнесменов. Да, пожалуй, что так. Никакими предпринимателями и бизнесменами, поверьте, эти люди не являются, они являются этой вот такой криминальной средой, поверьте мне, очень дерзкой, очень наглой, ведущей себя порой очень отвязанно. И мы с вами планировали еще поговорить про ситуацию с ковидом, насколько исчерпывающие меры в регионе принимаются. Я знаю, что достаточно разумно подходит, вот все-таки, мне кажется, руководство нашего региона, у нас достаточно такие лояльные условия, в первую очередь для предпринимательского, для бизнес-среды. Вот как вы считаете, сейчас исчерпывающие или в этом плане принимаются меры, нужно ли усиливать что-то или, может быть, наоборот, смягчать? Ну, вы знаете, всегда трудно давать такую оценку, но я считаю, что вот по тем цифрам и данным, которые мы имеем, Тверская область, еще раз хочу сказать, которая находится вот в таком очень непростом положении, прежде всего, да, потому что мы между главными очагами находимся, где наибольшее количество зараженных сегодня. Да, транзитный регион. Мы все-таки проходим этот этап более-менее нормально. Но еще раз тоже хочу сказать, что, конечно, есть и обращение к нам предпринимателей, давайте говорить, когда бывают какие-то перегибы, потому что тоже предпринимателям им сложно, например, кого-то из магазина выгнать, ну, они не имеют права зачастую, или там, например, вот некоторые нормативные акты на уровне принимаются, например, там, заходить через определенное количество времени в кинозалы, там, проверять маски или выгонять, ну, есть определенные где-то и перегибы, и какие-то сложные вещи, но на самом деле, все-таки, я считаю, что и жители Тверской области, и наше вот добросовестное предпринимательское сообщество, они к этому подходят весьма, ну, объективно и с пониманием этого. Я считаю, что вот и раздача тех бесплатных масок, и та работа, которая нами ведется в социальном плане, вот опять сейчас активизировался наш проект вместе с, мы вместе, да, это с нашими волонтерскими организациями, это и волонтерами-медиками, и молодежка УНФ опять подключается активно работать, и различные другие общественные организации, которые стараются помочь старшему поколению, представители партии «Единая Россия», да, членами которой мы являемся. и сами мы и зарплату свою передаем, и маски приобретаем, конечно, вот наши с вами тоже извечные, это проблема, на которую тоже для нас сложно, это вот с подстанцией скорой помощи номер один, да, в нашем Заволжском районе, которая находится тоже в жилом доме, и вход через подъезд. Конечно, много таких очень сложных, серьезных, накопившихся проблем, их решать нужно. Но, еще раз я скажу так, что если мы действительно будем внимательны, терпимы, если действительно будем внимательно к этим вопросам относиться, я думаю, что Тверская область пройдет этот этап, ну, достаточно достойно, несмотря на то, что, конечно, назвать вот нашу территорию там благополучной, и спокойной, и очень сложной, мы должны быть на чеку, наверное, вдвойне, я бы так сказал. Вот, и часто мы общаемся тоже и с Арнольд Фельдсовичем Выскубовым, тоже они ведут очень серьезную разъяснительную работу и так далее. Поэтому, да, ну а уж те предприниматели, которые пренебрегают или вызывающе пренебрегают, есть такие случаи, они единичные, ну, наверное, конечно, к ним будут тоже применяться методы административных взысканий, накладываться штрафы, может быть, вплоть до закрытия каких-то заведений, это все тоже надо понимать, что сегодня вот этот этап надо еще потерпеть, нам пережить. Спасибо тоже вашему телеканалу и вам, и вашему руководству, мы вместе, да, и с Деловой Россией, я тоже один из руководителей регионального отделения, финансировали, проводили вот эту акцию «Оставайтесь дома», да, и действительно сегодня надо поберечься, потерпеть, потому что все-таки я с оптимизмом смотрю на некоторые вещи, я считаю, что действительно все-таки где-то со следующего года более активно пойдет уже массовая вакцинация граждан, вот, методики лечения нарабатываются, но действительно обстановка очень такая непростая. Я вижу, как руководители крупных промышленных предприятий огромные усилия на машиностроительных, например, предприятиях делают для того, чтобы вот санитарный контроль осуществлять, действительно смотреть, чтобы не было вот заражение, потому что предприятия продолжают работать. От всех нас зависит судьба нашего региона, наполнение нашего городского, областного бюджета, поэтому и вот те ролики, которые идут на телеканалы, где тоже наши врачи уважаемые, которые на передовой находятся. Ну вот, Александр Александрович, вы руководитель комитетом по предпринимательству, первая волна, мне кажется, она все-таки более такой, хотя она менее была, вот, по числу выявленных, менее масштабной, но она больше и такой уронной, в первую очередь моральной, может быть, даже экономической вообще тоже предпринимательной. Как сейчас, вы считаете, со второй волной мы с меньшими потерями выходим, чем после первого вот этого глушительного удара, когда останавливались предприятия, уходили все на самоизоляцию? Ну, конечно, ситуация несколько другая принципиально, потому что, ну, практически запретов и полных ограничений гораздо меньше, но здесь надо тоже, если мы говорим объективно уже о состоянии нашей экономики, говорить, что, конечно, сегодня предпринимательскому добросовестному сообществу очень тяжело. Очень тяжело, во-первых, в какой-то степени уже истощены определенные какие-то запасы, которые были, резервы, да, возможности. Второе, государство тоже не может бесконечно, ну, оказывать финансовую помощь, потому что это тоже ведет к истощению бюджетных ресурсов и к ограничению финансирования других социальных программ. Вот. Ну и, конечно, в целом накладывается на нас и та мировая обстановка, да, тот экономический кризис. Почему? Потому что и курсовые колебания, и то, что у населения все меньше денег, меньше потребительские возможности, то есть население экономит, у них нет средств на приобретение товаров, там, и первой необходимости, и одежды, и обуви, и так далее. Можно и бытовой техники. Все это, конечно, сегодня очень сказывается. Поэтому я тоже огромное спасибо, хочется сказать тем людям, которые работают в экономике, на предприятиях, на заводах, в малом-среднем бизнесе. Вот. Стараются выплачивать зарплату своим коллективам, своим подчиненным, труженикам нашим, тем, кто работает на предприятиях. Это очень важно. Конечно, без потерь нам пройти этот период не удастся, и мы уже сегодня видим целый ряд закрывающихся и магазинов, и кафе, и ресторанов, и фитнес-клубов, и кинотеатров, и так далее, и туристических объектов. Все это... Ну, в первую очередь, наверное, малый бизнес, да? И малый, и средний бизнес. Ну, и мы видим, да, что и средние, и даже крупные предприятия тоже испытывают очень серьезные затруднения. Прервемся на небольшой перерыв и будем уже подводить итог нашей сегодняшней программы. Если у вас есть еще что-то сказать, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 300-190. Это программа «Тема дня» прямой эфир. Студия Дмитрия Нечаев и Олег Станиславович Лебедев, председатель Комитета по экономике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области. Ну, мы уже завершаем нашу программу, и сейчас хотелось бы еще на одну тему поговорить. Вот мы сегодня большое внимание уделили рейдам. Вас, как руководителя рабочей группы Общероссийского народного фронта, которая называется «Честная и эффективная экономика», рейды были и по заброшенным недостроенным объектам, рейды были и по так называемым там рюмочным и кальянам, как наливайки их называют народе, и там и там были выявлены нарушения. И также мы делали сюжеты неоднократно, совместные с вами предпринимали выезды по поводу ситуации в банно-прачечном хозяйстве нашего города. Все очень непросто. Это вот что касается бань, которые то ли недостроены, то ли их собирается по нецелевому назначению. Некоторые там есть подозрения будут использоваться. Вот как эта ситуация в динамике выглядит? Что сейчас удалось уже решить? Ну, действительно, мы знаем, что несмотря на то, что мы живем в большом городе, да, у нас определенная часть населения нуждается значительно. Потому что у кого-то частный сектор, у нас есть многоэтажные, многоквартирные дома, где по сути либо нет горячей воды, либо душевые находятся комнаты в таком состоянии. Ну, мы знаем, вот эти казармы, общежития различные и так далее. Поэтому, естественно, сегодня у нас вызывает большое, как и у наших коллег, наших депутатов, да, Мамонова и Ануфриева, которые, ну, этот вопрос тоже поднимают. И граждане вот обращаются и к губернатору Тверской области, и к главе города, и к депутатам о том, что два вот таких объекта на Коминтерна и Заслонова 29-2, они, ну, не работают. Хотя они передавались в свое время господином, насколько я понимаю, Петровым, да, вот он у нас, начальник департамента экономического развития, да, есть на то. Регистрировал эти объекты. И должны давно были они быть отреконструированы, должно быть и женское, и мужское отделение. А мы с вами фиксировали на Заслонова 29-2, что там вместо бань был построен, остались только вывески, да, яркие, а так был, ну, помните, да, построен супермаркет, по сути говоря. Вот. И, конечно, мы принимаем все меры, это грубейшее нарушение законодательства, потому что любые перестройки, изменения таких объектов должны только с разрешения быть и Комитета по имуществу, и Департаменты экономики, и, конечно, само банно-прачечное хозяйство должно в известность ставиться. И вот вместе с нашими коллегами Мамоновым, Ануфриевым мы стараемся эту тему, скажем так, привести в порядок. Ну и реагируем, конечно, на обращение граждан, вот, к губернатору Тверской области, к главе города. Я еще добавил бы, что один из объектов, он действующий, там, где есть баня, при этом там еще находится какое-то что-то типа хостела, и он не платит налоги, там задолженность большая. Непонятно, да, они еще и арендную плату не уплачивают, там без разрешения появились какие-то, вот у вас есть сюжет, может быть, мы еще раз вернемся, где там какой-то незаконный хостел работает, опять эта миграция, да, там находится без всяких документов. Вот как раз, да, точнее, аренды, я хотел сказать, аренды, у них очень большой залож по арендным платежам. Да, поэтому это очень тоже социально важный аспект, и тут мы, конечно, вот и сейчас с прокуратурой надеемся вместе поработать и центрального, и московского, и пролетарского района по вот этим объектам для того, чтобы права граждан были защищены, и права города нашего тоже почему, потому что и объекты эти должны эффективно использовать, и самое главное, целевым образом должны использоваться для того, чтобы граждане могли вот получить там эти столь необходимые услуги, потому что еще раз я говорю, вот у нас с вами большой тоже район частного сектора, Затверечье, такая же проблема существует, мы ее знаем. Вот, и, конечно, наши коллеги Мамонов, Ануфриев, они эти вопросы тоже ставят, обращаются к нам, ну и население пишет, я еще раз говорю, и губернатору, и будем работать в этом направлении, подключать и прокуратуру, и полицию, и наводить порядок, и сохранять такие важные социальные объекты для населения нашего города. Ну что ж, на этом давайте тогда пока поставим много оточим, еще вернемся обязательно к этой теме, будем следить и в наших новостных выпусках, и в наших программах. Вам большое спасибо за участие в этом разговоре, надеюсь, что очень многие получили ответы на интересующих вопросов нашей аудитории, я имею в виду, а вас ждем, как всегда, у экранов, наша программа «Тема дня» выходит ежедневно по будням в прямом эфире с часу до двух. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания.